Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Образ». Сегодня мы расскажем вам о самых знаменательных событиях Рязанской епархии, произошедших на этой неделе. В этом году в Свято-Дмитриевском мужском монастырю, который расположен недалеко от города Скопина, исполняется 15 лет. На этой неделе обитель посетил правящий архиерей. К этой встрече в монастыре готовились особо. Многие прихожане и паломники из других районов и даже городов приехали поучаствовать в богослужении. Трудящийся достоин за труды своя. Эти слова, взятые из Священного Писания, как нельзя лучше отражают деятельность настоятеля и братья Дмитриевской обители за эти долгие или, может, для кого-то быстро пролетевшие 15 лет. Отец Амруси и сам говорит, что сделано много и вместе с тем, наверное, мало. Впереди еще будут заботы и хлопоты, но с ними рядом неизменно останутся радость и духовный молитвенный покой. 15 лет – это большая часть жизни для каждого человека. Однако для древней обители, хранящей множество имен, событий и легенд – это малый срок. Ее история началась с Куликовской битвы, которая произошла неподалеку от этого места. После победы, возвращаясь домой, на этом месте Дмитрий Донской распорядился основать монастырь в честь своего небесного покровителя Дмитрия Солунского. В то время здесь уже жил отшельник, и о нем в округе знали люди. Шли годы, века. С 14-го столетия многое менялось кругом, но обитель жила. Жизнь здесь всегда текла молитвенная, тихая, спокойная и размеренная. Лишь суровые ветра привносили волнение, проносясь мимо храмов и монашеских келий. Но самое страшное волнение за все века существования обители произошло после революции, когда за один десяток лет она изменилась до неузнаваемости. Атеистическое лихолетие привело этот памятник русской истории на грань уничтожения. Новая власть монахов разогнала, монастырские здания национализировала и устроила в них колхоз, который очень скоро обратил все в руины. Люди, которые хотели, чтобы здесь все же возобновилась монашеская жизнь, сначала, конечно, они мечтали, что здесь будет монастырь, хотели хотя бы храм, чтобы восстановился. Начали продвигать эту идею, начали обращаться к властям, к властямущим, чтобы здесь возобновилась церковная жизнь. Разрешили, сначала дали распоряжение, что не подлежит восстановлению, потому что была сильная разруха, потом дали все же согласие. В середине 90-х годов пенсионеры, старики, бабушки, в душах которых еще теплилась вера, начали своими силами возрождать поруганную обитель. Из двух когда-то величественных храмов более сохранившимся считался главный в честь Дмитрия Солунского, его и стали восстанавливать первым. В 95-м он был освящен, а через год сюда был назначен наместником отец Амросий, и постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода приход Дмитрия Солунского был преобразован в Свято-Дмитриевский мужской монастырь для возобновления в нем монашеской жизни. Наши воспитанники на сегодняшний день двое учатся в семинарии. Один в Николау Гришской семинарии «Александр», один учится в нашей Рязанской духовной семинарии. Самая такая, наверное, наша большая заслуга. Мы воспитывали мальчика Александра с 9 лет. Сегодня он Ирей Александр, служит в одном из Рязанских храмов. Вот это, наверное, самая большая заслуга. А то, что строение, ну, самое главное, души восстанавливать, а не помещение, не здание. Зная отца Амвросия, зная его любовь ко всем чадам, которые приезжают к нему, я решил остаться в этом монастыре. О том времени, которое я провел в этом монастыре, я вспоминаю с любовью, никогда не жалел, что провел здесь 10 лет, целых 10 лет я прожил в этом монастыре. Так как я сейчас являюсь священником, он меня, в принципе, и подготовил к этому служению. Вот, очень ему благодарен, и, конечно же, ну, хочу сказать, спаси Господь ему. Отец Александр не единственный воспитанник обители. Монахи духовно курируют многих деток Зареченского интерната. На их глазах обитель восставала из руин, и дети, как могли, в силу своего возраста помогали братьям. Это участие в жизни обители молодые люди воспринимали с достоинством и гордостью. Выносили кирпичи, которые лежали внутри храма, помогали строителям устанавливать леса. Ну, и, конечно же, у отца Мвросия, так как были нужны средства для восстановления обители, было большое подсобное хозяйство. Вот, мне приходилось и пасти гусей в свое время, и пасти коров, доить их. Ну, и, конечно же, я бы не сказал, что это было мне во вред, вот, все это послужило на пользу, и проявило трудолюбие, терпение, ну, и в какой-то степени, если можно так сказать, смирение. Сегодня в обители живут пять монахов. Их силами и с Божьей помощью руины превратились в чудесный сказочный уголок. Восстановлена колокольня, монастырская ограда с ее башнями, Сергеевский храм. Заново был отстроен братский корпус, который в скором времени должен стать домом паломника. А братья переселятся в другое помещение. Построены здесь были и хозяйственные пристройки. Постоянных крупных благотворителей у монастыря никогда не было. Вручало большое подсобное хозяйство. Сегодня все силы идут на реставрацию главного храма Дмитрия Солунского. Когда его восстанавливали в 90-х годах, то были допущены ошибки. Да и средств было мало, поэтому сегодня все недостатки планируется исправить. В день приезда правящего архиерея в обитель поучаствовать в богослужении приехали паломники из разных районов и городов. Далеко за пределы Скопина известен этот древний монастырь, причем именами наших современников. Вручая жезл как символ особого духовного покровительства над своими чадами, владыка Павел своим решением постановил возвести отца Амвросия из должности наместника в чин настоятеля этой святой обители за его труды. Такое право остается всегда на рассмотрении правящего архиерея. И немногие удостоились такого звания. Мне думается, что игумен Амвросий справляется достаточно успешно со своим послушанием, возложенным на него. И мне думается, что сегодня он может уже самостоятельно вместе с братьями этой обители сообщать на духовном соборе, решать все вопросы, связанные с жизнью и деятельностью этой святой обители. За усердные труды в деле возрождения обители и во славу Святой Православной Церкви от общества исследователей Ряжского края игумен Амвросий был награжден медалью второй степени имени Василия Ивановича Гаритовского. Почему именно Ряжского края? Здесь есть одно очень простое объяснение. Эта обитель была тесно связана с Ряжской землей. Было время, когда она именовалась Ряжским Дмитриевским монастырем. И поэтому труды отца Амвросия имеют очень большое значение и для Ряжской земли. Поэтому нашим обществом было принято решение о награде отца Амвросия. Девизом нашего общества являются слова Святого Писания, трудящиеся, достойные награды за труды свои. Я думаю, что как никто отец Амвросий, живущий на Скопинской земле, на Рязанской земле, достоин той награды, которую мы сейчас ему вручим. Монастырь – пристань спасения и благочестия. Сюда, именно к этой пристани, притекают многие люди. И никто неутешенным не уходит. Здесь очень уютно. Во всем чувствуется любовь и забота. Монастырский дворик поражает изумительными коваными украшениями, где будто живая вьется виноградная лоза. Словно ажурное кружево, ворота и решетки. Все, на чем останавливается взгляд, выполнено с большим мастерством и любовью. На этом островке истины православной веры, трудами братьев и отца-настоятеля, совершается непрестанная молитва Богу за каждого христианина и всю православную церковь. В Рязанском государственном университете состоялась встреча студентов с одним из самых известных психологов современности – Виктором Слободчиковым. С будущими специалистами он делился своими знаниями, отвечая на волнующие молодое поколение вопросы. В научных, а также церковных кругах его называют православным русским психологом. Это уже второй визит знаменитого ученого в наш город. Впервые он посетил Рязань в начале нулевых годов. Молодости, не найдя для себя в психологии необходимые ответы на вопросы о назначении и смысле жизни человека, он обратился к духовной его стороне. Познакомившись со священным писанием и преданием, с трудами видных деятелей церкви, богословов, с традициями и культуры православия, Виктор Иванович, объединив эти полученные знания, первым постарался объяснить психологии, духовное значение личности человека. Большое место в деятельности Виктора Слободчикова занимает дошкольная педагогика, так как формирование личности начинается с самых ранних лет. Для студентов РГУ тема педагогики особенно важна. Слободчиков в своих беседах и изданных работах показывает ведущие качества учителя, гуманизм, благочестие, терпение и веру в человека и его способности. По мнению Виктора Ивановича, педагог в первую очередь должен уметь правильно пользоваться своими знаниями, сохраняя в себе самые важные педагогические качества, которые связаны с православной традицией, верой и ее культурой. И уметь соединять в себе веру, призвание и отношение к людям очень важно для учителя в любой век и в любой стране. К счастью, к великому, у молодых людей появилась возможность и шанс задавать самые фундаментальные вопросы о жизни. Раньше на них вообще не отвечали, а сейчас, слава Богу, появилась такая возможность и право задавать такие вопросы, и возможность получать ответ. Это вот я в своей жизни студенческой, я такой возможности не имел. Независимо от того, каким титулом, званием не обладал бы педагог, все равно он остается учителем в первую очередь. И помнит опыт своих наставников, помнит опыт своих коллег, которых он встречал в своей жизни. И для меня опыт, который стремится нам передать Виктор Иванович Слободчиков, очень важен. Слободчику пришел в психологию с острым вопросом, что есть человек. Много читал, писал прозу и надеялся на те ответы, думая, что психология уж точно знает о человеке все. Однако, как выяснилось, она занимается лишь его психикой. В душе и внутреннему миру психология имеет косвенное отношение. Душевное устремление к просвещению молодого, тогда еще специалиста, было поддержано людьми духовно образованными, много знающими в жизни и осознающими светскую проблематику. Это влияние дало свои плоды. Кто-то меня ввел по этой жизни, создавал ситуации встречи с необытновенными людьми. То есть я могу сказать, что весь путь жизненный, это всегда было на самых каких-то критических моментах, на поворотах, на переломах обязательно появлялся человек в данный момент, здесь и теперь, который давал какое-то направление. Не диктовал, а как бы так вот нечаянно подсказывал направление дальнейшего движения. Виктор Иванович в первую очередь известен как автор одного из самых известных учебников по психологии образования будущих учителей – психологии человека. Также под его руководством был разработан целый комплекс последующих учебников – психологии развития человека и психологии образования. В этой работе он стал первым ученым, кто сказал, что личность – это категория, которая пришла в науку именно из богословия. Коллекция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника дополнилась новым экспонатом. Теперь в зале одной из самых популярных экспозиций «От Руси к России» состоялась презентация бюста князя Олега Ивановича Рязанского. Это реконструированный облик знаменитого рязанского правителя, который недавно был создан сотрудниками лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Князь Олег Иванович Рязанский – одна из наиболее значимых и в то же время спорных фигур в истории Руси 14-го столетия. В отечественной исторической науке мнения о нем диаметрально противоположные. Одни историки считают его предателем общерусских интересов, другие говорят о том, что князь проводил дипломатичную политику в целях укрепления своего княжества. Но бесспорно, за всю историю Рязани не было более сильного, дальновидного и мудрого правителя, чем князь Олег Иванович Рязанский. Дмитрий Иванович, конечно, прежде всего он укреплял независимость от московского княжества, потому что Москва, как я уже сказал, тогда уже очень сильно разрасталась, и вряд ли уже кто-то мог с ней соперничать. Но благодаря тому, что во главе Рязанского княжества встала такая яркая личность, некоторое время Рязанское княжество успешно, что называется, отставило свою независимость, что называется, и даже соперничало в деле объединения Руси с Москвой. Что можно сказать об Олеге? Он действительно провел всю свою жизнь в походах, в войнах, что называется, и вот в этих неустанных заботах. Он занимался обширным градостроительством. Он постоянно обвивал набеги татар. И несмотря на то, что татарские набеги были очень часты, но в Орде, в общем-то, его, как утверждает, уважали и даже дорожили его союзом. После смерти князь Олег был погребен в основанном им Солочинском Рождество Богородицком монастыре. После Октябрьской революции, когда обитель была разграблена, из останков князя удалось спасти только его череп. Он долгие десятилетия хранился в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. И после этого был возвращен в Солочинский монастырь. В конце прошлого года между музеем и Рязанской епархией была достигнута договоренность, в результате которой глава князя Олега была направлена в лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. Мы часто знаем имена людей, которые что-то сделали, оставили какой-то след, но не представляем, как эти люди выглянут. И на наше счастье в настоящее время разработана методика, по которой можно восстанавливать облик древних людей. У нас уже давно были идеи и планы о том, чтобы восстановить облик ряда деятелей исторических, в том числе, конечно, действительно личность неординарная, личность уникальная, действительно крупный военный исторический государственный деятель, политик. И в какой-то степени мы можем уговорить на символ рязанского княжства, особенно периода на высшем расцвете, это Олег Иванович Рязанский. Теперь, благодаря московским антропологам, воссоздан облик великого князя Олега Ивановича Рязанского. В результате работы было сделано две реконструкции из пластика. Одна из них, наряду с кольчугой князя, будет находиться в экспозиции музея. И у рязанцев будет возможность увидеть облик мудрого рязанского правителя. Другую передадут рязанской епархии. Ведь князь Олег прославился как благочестивый христианин, и рязанцы почитают его как местно чтимого святого. 7 апреля православные христиане отмечали один из главных церковных праздников Благовещений Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминается событие, описанное в Евангелии. Согласно преданию, архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира. Так, Благовесть была возвещена людям, отсюда и название Благовещения. В нашем городе, на улице Затина, есть храм в честь этого праздника. В день престольного торжества, божественную литургию, там возглавил правящий архиерей. На праздник Благовещения многие верующие рязани стремятся попасть на службу именно в этот древний храм. Эту церковь очень любил архиепископ Иовинали Масловский, возглавлявший в советские годы рязанскую кафедру, ныне священномученик. Его дом располагался напротив храма. Владыка часто совершал здесь богослужения и считал Благовещенскую церковь домовой. Этот храм неизвестен 80 лет тому назад, когда мне было 5 лет всего. И мы, дети, окружали владыку Ювеналия, который теперь стал священным мучеником российским. И жил он напротив этой церкви. Сейчас этот домик, к сожалению, снесли. И мы, дети, окружали владыку, когда он шел на службу. Само название этого торжества Благовещения, означающее «благая» или «добрая весть», относится к категории непереходящих праздников православной церкви и посвящен воспоминанию и прославлению события, описанного в Евангелии от Луки. Тогда к Деве Марии явился архангел Гавриил, который принес ей благую весть о том, что она родит Сына Божия, Мессию, о Котором говорили пророки. Дева Мария восприняла эти слова с великим смирением. Тем самым она показала всем людям пример послушания воли Божией. Действительно, это знаменательное событие. Многие праведники Ветхозаветные жили надеждой на пришествие Спасителя. А мы с вами сегодня, уже опираясь на многовековой опыт истории христианской церкви, свидетельствуем о том, что это действительно величайшее событие в истории всего человечества. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у древних христиан носил различные названия. Зачатие Христа, начало искупления, Благовещение Ангела Марии. И только в VII веке на Востоке и Западе его стали называть Благовещение Пресвятой Богородицы. Некоторые святые отцы говорят об этом празднике, как о первом историческом событии в деле спасения человеческого рода. Совсем недавно проходило празднование в честь православной книги. Рязанская епархиальная библиотека проводила в честь этого события несколько важных мероприятий. В рязанских районных школах учителям по основам православной культуры были отданы в дар книги по истории русской церкви. Также проводился семинар просвещения через книгу. Деятельность епархиальной библиотеки с каждым годом становится все более обширной. Созданная в 1998 году, она является единственной в городе, где находится самое большое количество литературы духовного содержания. О жизни и деятельности библиотеки, охранящихся в ее фондах и старинных книгах, имеющих особую ценность, мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. Библиотека Библиотека была создана трудами братьев Святой Иоанна Богословского монастыря и много лет находилась под духовным окормлением обители. Монахи отбирали и приобретали книги в ее фонды. Свою деятельность епархиальная библиотека начала 13 лет назад при подворье обители в Никологимском храме на улице Циолковского. Благодаря схемонаху Клименту в миру Виктору Алексеевичу Разуеву были собраны первые книги. На протяжении многих лет, будучи еще мирянином, он много содействовал благоустроению монастыря и неутомимо пополнял монашескую библиотеку. Когда библиотека начиналась буквально с одного маленького шкафчика книжного, где стояли книги, можно сказать, в самоздате, переизданные на плохой бумаге, на непонятным шрифтом, может быть, мелким напечатанные. Но эти книги были очень цены, дороги. Это был как глоток какого-то воздуха, можно сказать, живого. И люди с большим трепетом даже к таким вот, казалось бы, внешне непривлекательным книгам относились. За десятилетия существования библиотеки произошли большие изменения и в государстве, и в обществе, и в жизни самих людей. Сейчас можно часто слышать о том, что люди мало читают. Существуют различные глянцевые развлекательные издания, телевидение, интернет, источников информации такого рода много. Книга отходит на задний план, однако это не совсем так. Сейчас книг на прилавках стало больше. Достаточно зайти в любой книжный магазин, чтобы в этом убедиться. Там всегда много людей, и глаза разбегаются от разнообразия представленных книг. И что особо отрадно, появляется все больше людей, интересующихся духовной литературой. На днях я была в Москве, мы ездили за очередной партией книги приобретать, и я зашла, как и в православный магазин, просто даже к полке подойти невозможно, потому что много людей так стоит. Зашла в библиоглобус, там тоже просто не протолкнуться в прямом смысле слова. Наверное, это показатель того, что люди все-таки читают. В епархиальной библиотеке находятся книги разного жанра и направления. Это литература по истории церкви, богослужебные книги, деяния соборов, энциклопедические словари и справочники, описание святых мест и монастырей, «Творение святых отцов». В библиотеке даже есть книги, датируемые 1652 годом. Они были изданы при первом русском царе Михаиле Федоровиче на первом московском печатном дворе. Хранятся они в отделе редкой книги, которая действует уже 4 года. Для того, чтобы сохранить эти книги, многие из этих книг, люди в буквальном смысле, наверное, жертвовали своей жизнью. Почему? Потому что эти книги хранить нельзя было. И мы видим некоторые какие-то книги, которые нам передаются с историями, где-то на чердаках, где-то сохранялись. Многострадальные очень истории. И этот отдел, он создан для того, чтобы эти книги сохранить, для того, чтобы они перешли будущее в историю. Особый интерес вызывают книги, на которых сохранились записи маргиналии. Буквально каждая такая книга имеет свою историю. В этом ее особая ценность. Сейчас передо мной лежит, с одной стороны, не очень приглядное издание. Мы видим, вот оно такое вот разрушенное. Вот даже страшно прикасаться к страницам этой книги. Содержательно, может быть, даже со стороны она и не будет интересна. Это богослужебная книга. Минея за март месяц. Кроме того, что это богослужебная книга, на первый взгляд, и мне было бы интересно на нее смотреть. Но когда мы раскрыли ее и пригляделись внимательно, мы увидели, что на каждой страничке этой книги есть надписи. Здесь сохранились записи, сделанные гусиным пером. Специалисты смогли определить дату покупки этой книги. Это 1704 год. Куплена она была за 25 рублей на первом печатном дворе простым крестьянином Григорьевым Матеровым на вечный поминок своих родителей. Вот еще одно издание, Библия. Весит она 5 килограмм. Сохранность ее прекрасная книга на немецком языке. Принадлежала она офицеру из Германии, который, отправляясь на Первую мировую войну, взял ее с собой в числе самых необходимых вещей. В конце войны, попав в плен, он был побратим с русским офицером, которому и передал священное писание со словами, не пускать ее на самокрутки. Книгу хранили в семье русского офицера и через несколько поколений. Потомки передали ее в фонд редкой книги. Для нас тоже это важно. Отношение к книге, бережное отношение. Ни одна страничка у нее не порвана, ни одна страничка у нее не загнута. Если мы видим, вот у нас есть книга многострадальная, и мы видим ту книгу, которую тоже так бережно сохранили. Значит, эта книга значила что-то в жизни этих людей. Более тысячи читателей посетили библиотеку за последний год. В основном это школьники, студенты, люди среднего возраста, врачи, педагоги, юристы, военнослужащие. Это яркий пример интереса к содержательному чтению. В библиотеке действует читальный зал, где проводится работа с детьми. Сотрудники библиотеки рассказывают им о книге, литературе, писателях, церковно-славянском языке. А в ответ от детей чувствуется интерес. Кстати, Рязанская епархиальная библиотека была организатором литературно-исторического конкурса для детей и юношества «Язык наш. Древо жизни на земле», посвященного Дню славянской письменности и культуры. Можно часто услышать о том, что я уже такие книги не читаю, я уже читаю в электронном виде, там, ай-кодах, ай-пэдах, ай-фонах где-то. Это, конечно, имеет место. Но мы тоже должны понимать, что в огромном интернет-пространстве найти нужную книгу, действительно нужную полезную книгу, тоже надо знать, что выбрать. Поэтому у нас есть такая услуга новая, как «Книга на дом». То есть те люди, которые хотели бы посчитать, которые хотели бы соприкоснуться с этой книгой, но не могут доехать, добраться до нашей библиотеки, мы предлагаем позвонить нам по телефону, мы договоримся, мы скажем того человека, который будет приходить, переносить эти книги на дом. День православной книги, отмечаемый Великим постом, особо точно настраивает на духовный подвиг его несения с достоинством. Именно в такие дни полезно говорить о православной книге. Постясь не только физически, человек и душу свою настраивает соответственно. И здесь первым и незаменимым помощником будет обращение к святым отцам церкви. Их творения как раз те произведения, которые особо рекомендует православная церковь на протяжении тысячелетий. Конечно, это наши русские святые отцы, вот наш земляк, святитель Феофан, затворник. Что есть в духовной жизни? Он рассказывает об этом. Откроем для себя глубину и понимание, во что вообще мы верим, для чего мы живем. Игнатий Бринчанинов, святитель. Именно много можно, конечно, перечислять. Сегодня много современных священников, авторов, которые пишут на наши, может быть, откликаются ближе, может быть, даже нам, ближе к нашим современникам. И отвечают очень на многие вопросы и современные жизни. В их ответах мы можем найти как бы реакцию и позицию церкви. Сегодня все больше и больше печатается новых, интересных книг, хорошо оформленных и, главное, содержательных на любой вкус. Православное книгоиздательство направлено на самые разные духовные и душевные потребности человека. Многие книги проникнуты любовью к людям, где есть замечательные комментарии о нашей современной жизни. И каждый найдет для себя нужное и интересное, что просит душа. Главное знать, где стоит искать. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин